Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, и мы продолжаем говорить о терапии сахарного диабета второго типа. И в продолжение доклада Екатерины Алексеевны, мне уже было полегче, она сделала такую вводную часть, и я продолжу рассказ об инсулинотерапии. Екатерина Алексеевна подробно рассказала о таблетированных сахароснижающих препаратах, а я же расскажу про инсулинотерапию. У нас сейчас большой выбор сахароснижающих препаратов, различных таблетированных, инъекционных, но в то же время нам бывает необходимо назначение инсулина. Бывает так, что на короткий период иногда приходится уже окончательно переводить на инсулинотерапию и пациент с сахарным диабетом второго типа получает инсулинотерапию уже постоянно. Инсулины в основном человеческие и аналоги инсулина человека, но сейчас есть попытки разработать аэрозольные инсулины, трансбукальные, аналоги амелина и различные другие препараты, которые также мы могли бы использовать в терапии сахарного диабета, в частности сахарного диабета второго типа. Пока что это только разработки и нет препаратов, которые были бы зарегистрированы, и их можно было бы приобрести. И на сегодняшний день мы ограничиваемся до пункта 9 и в этом пункте два первых подпункта. Человеческие инсулины и аналоги инсулина человека. Инсулин был открыт более уже 100 лет назад, в 1921 году, а в 1923 году ученые получили Нобелевскую премию по медицине за приготовление инсулина. Различные были в последующем разработаны и способы введения инсулина. Так выглядели первые ампулы, первые шприцы для введения инсулина. Так начиналась история инсулинотерапии, прошло всего лишь 100 лет. На сегодняшний день мы имеем различные виды инсулинов. Инсулины человеческие и короткого действия, средней продолжительности действия. Имеем аналоги инсулина человека, длительного действия, сверхдлительного действия и ультракороткого действия. И смешанные инсулины. Это инсулины, в которых в ампуле введены два инсулина. Короткий и короткого действия и длительного действия. И обо всех этих инсулинах мы сейчас подробно поговорим, чтобы разобраться, какие инсулины могут быть использованы и как они могут быть взаимозаменены, если возникает такая необходимость. Это такая общая табличка, она у нас представлена в алгоритмах специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. С ней можно ознакомиться, это в открытом доступе. И мы сейчас пройдемся по каждой группе инсулинов отдельно. Инсулины короткого действия – это человеческие инсулины. На данном слайде представлены все торговые названия этих инсулинов. Самые частые – это актропид НМ, хумулин регуляр, инсуман рапид, биосулин Р. И все остальные – Р-инсулин, Рос-инсулин, остальные инсулины достаточно редко встречаются, и я у пациентов редко встречала. Это самое распространенное. Итак, у инсулинов мы выделяем начало действия, максимум действия и продолжительность действия. Инсулины короткого действия начинают работать через 20-30 минут после инъекции. Максимум действия, такой пик действия инсулина наступает через 2-4 часа. И продолжительность инсулина короткого действия составляет 5-6 часов. То есть такой короткий период инсулины короткого действия рассчитаны на прием пищи, на ту глюкозу, которая повышается в результате приема пищи. И на тот случай, если у пациента повышен уровень глюкозы, мы его можем снизить коротким, или далее мы уже обсудим ультракороткие инсулины. То есть те инсулины, которые действуют быстро, эффект от них наступает быстро. И снижение уровня глюкозы мы также получим через 5-6 часов, если используем инсулин короткого действия. Аналоги инсулина у ультракороткого действия. То есть те же короткие, но они стали работать еще быстрее. Это инсулин аспар, в том числе фиасп, лиспро, глолизин, гларгин, в том числе гларгин-300, детемир и деглюдек. Это международное название препаратов. Торговые названия здесь не приведены, это все международные названия. Торговых достаточно много на сегодняшний день. Мы должны понимать, увидев в инструкции к препарату вот эти названия международные, мы понимаем, что это инсулин аналог человеческого инсулина ультракороткого действия. Инсулины ультракороткого действия начинают свою работу через 5-15 минут, то есть они начинают работать быстрее. Если инсулин короткого действия начинал через 20-30 минут, то здесь уже через 5-15. Пик действия инсулина наступает через 1-2 часа, уже быстрее, и, соответственно, они короче. Продолжительность действия 4-5 часов. Безусловно, инсулины ультракороткого действия более удобны. На сегодняшний день в основном пациенты, особенно с первым типом, чаще назначаются, но и немало пациентов со вторым типом, которым назначаются инсулины ультракороткого действия. Удобство в том, что не нужно выжидать такую большую паузу от момента введения инсулина до начала приема пищи. И действия инсулина, профиль действия инсулина совпадает с профилем всасывания углеводов. И нет риска развития гипогликемии. Конечно, у пациентов со вторым типом, у которых также есть зачастую сопутствующие кардиологические заболевания, предпочтение отдается тем препаратам инсулина, которые обладают меньшим гипогликемическим эффектом, меньшим риском развития гипогликемии. А когда совпадает профиль действия инсулина и профиль всасывания углеводов, то риск гипогликемии будет, конечно, меньше. Инсулины средней продолжительности действия – это инсулины, которые нам нужны как база, как такая основа. Эти инсулины рассчитаны на ту глюкозу, которая вырабатывается печенью. У человека постоянно должна быть глюкоза в организме. И вот наш такой заводик по выработке глюкозы – это печень. И, соответственно, на эту глюкозу должен быть всегда фоном инсулин. Чиповеческие инсулины средней продолжительности действия. На слайде представлены торговые названия этих инсулинов. Это портофан-НМ, хумулин-НПХ, инсуман-базал, биосулин, инсуран. Это иросинсулин-НПХ – это наиболее часто встречающиеся в продаже торговые названия инсулина в средней продолжительности действия. НПХ – это такой белок, который был добавлен для того, чтобы замедлить действие инсулина. То есть, как был изобретен инсулин средней продолжительности действия? Когда к короткому инсулину добавили белок, который замедляет работу инсулина, тем самым мы получаем такое длительное действие этого инсулина. Что отличает инсулины средней продолжительности действия? Они начинают работать через 1,5-2 часа. Максимум действия, то есть у них есть такой пик действия через 5-10 часов. И продолжительность действия их составляет обычно 14-16 часов, но, как правило, где-то в среднем 12 часов. Вот этот маленький хвостик, который у нас остается уже к окончанию действия инсулина, он, как правило, не дает особого сахароснижающего, поддерживающего эффекта. И пациенты наблюдают уже повышение показателей глюкозы. Поэтому, как правило, инсулины средней продолжительности действия пациенты выполняют 2 инъекции в день с интервалом 12 часов. Максимум действия через 5-10 часов для нас вызывает необходимость у пациента принимать дополнительно углеводы примерно в этом промежутке времени, так как это увеличивает риск развития гипогликемии из-за такого вот пика действия инсулина. Об этом пациенты наши также информированы, мы их всегда предупреждаем, что в этот период зачастую требуется сделать перекус. Это, конечно, неудобно, что необходимо делать перекусы, есть риски гипогликемии, пациент может не принимать, не иметь возможности принять дополнительные углеводы, поэтому предпочтение мы также отдаем аналогам человеческому инсулину длительного действия. Это безпиковые инсулины. На сегодняшний день у нас есть на рынке Левимир, торговое название Левимир, Гларгин-100 с концентрацией 100 единиц в одном миллилитре, Ландус или такого названия тоже Гларгин может быть, и Гларгин-300 с концентрацией 300 единиц в одном миллилитре, тут же, я забыла на этот слайд вынести, также есть инсулин Деглудек, Трисиба, у нас на него был отдельный слайд, это инсулин сверхдлительного действия. Профиль действия аналогов инсулина длительного действия. Начинается работа инсулина через 1-2 часа, так же, как и у инсулина в средней продолжительности действия, но тут особенность в том, что нет пика действия инсулина. Он такой вот гладкий профиль действия инсулина, что снижает, соответственно, риски развития гипогликемии и не требует от пациента дополнительного приема углеводов. Продолжительность действия у дотемира, левимира до 24 часов, но, как правило, не дотягивая до 24 часов, как показывает практика, требуется 2 инъекции в день, потому что, как правило, он 18 часов действует, и когда мы разделяем общую суточную дозу на 2 инъекции, в одну инъекцию большая часть дозы приходится, и, как правило, вечерняя, а вторая часть поменьше. Обычно соотношение 1-3 и 2-3. Гларгин-100, он с концентрацией 100 единиц в миллилитре работает до 29 часов, но также, как показывает практика, лишь 24 часа вытягивает. Гларгин-300 из-за большей концентрации, как правило, работает действительно все 24 часа, но, как заявляют производители, даже может работать до 36 часов. И аналог инсулина сверхдлительного действия, вот Деглютек, Тресиба. Этот инсулин работает аж 42 часа, то есть это дает возможность пациенту, в том случае, если он забыл сделать свою плановую инъекцию, если пациент забыл сделать плановую инъекцию, это не приведет к выраженному повышению показателей гликемии, как, например, в отличие от инсулина просто длительного действия. Продолжительность действия 42 часа, начало действия также раньше, чем у инсулинов просто длительного действия, через 30-90 минут. И также у этого инсулина нет пика действия, он беспиковый, и это также снижает риск развития гипобликини. Двухфазные инсулины или готовые смеси инсулинов, как правило, пациентам с сахарным диабетом сложно рассчитывать дозы инсулина короткого действия. Это связано с тем, что инсулин короткого действия или ультракороткого действия требует также дополнительного подсчета, количественного подсчета углеводов. Мы не назначаем фиксированные дозы инсулина короткого действия, пациент может сам регулировать, какую дозировку ему нужно сделать сейчас. Ведь каждый раз еда разная, это может быть просто два бутерброда, а может быть целая тарелка пасты. Это разное количество углеводов и, соответственно, требует разной дозы инсулина. И мы наших пациентов обучаем подсчету хлебных единиц для того, чтобы пациент самостоятельно мог отрегулировать дозу инсулина. Но зачастую пожилым пациентам сложно делать инсулины, самостоятельно считать дозу инсулины и выполнять инъекции инсулина ультракороткого действия вот так свободно, в зависимости от того, сколько приемов пищи в день. И возникает необходимость назначения фиксированных доз. И в том числе многих пациентов, скажем так, смущает, не нравится делать много инъекций инсулина в день. Так как если мы, допустим, делаем инсулин средней продолжительности действия, это две инъекции в день, плюс инсулин короткого действия на каждый основной прием пищи, это еще три инъекции, и того в день пять инъекций инсулина. Многим пациентам очень болезненно переносит саму инъекцию, даже используя самые короткие иглы, и поэтому каждая следующая инъекция для пациента является таким стрессом. И готовые смеси инсулина, которые в себе совмещают инсулин короткого действия и средней продолжительности действия, позволяют снизить количество инъекций до двух инъекций в день. Но это фиксированные дозы. И вот на данном слайде представлены названия препаратов. Хумулин М3. М3 означает 3, то есть это 30% короткого инсулина, остальные 70% инсулина длительного действия или средней продолжительности действия. То есть в названии препарата, как правило, если одна цифра, то это выносится процент инсулина короткого действия или ультракороткого действия. Иногда бывает так, что названия прямо сразу пишут, как, например, у биосулина 30-70. Меньшая часть – это короткий инсулин. Большая часть – это инсулин средней продолжительности действия. Ген инсулин М30, Росинсулин также 30-70, Хумодар К25 с концентрацией 100, то есть такое сложное название. 25 – это значит К короткий, короткий – 25. Названий может быть очень много разных. То есть здесь на слайде приведены наиболее популярные, часто встречающиеся названия смешанных инсулинов, иногда мы их называем микс инсулины. Но каждого провизора, фармацевта должно навести на мысль о том, что это смешанный инсулин, когда есть вот такие цифры в названии. И, соответственно, в инструкциях препарата написано, что это инсулин смешанный. Смешанный и двухфазный человеческий, там два вида инсулина. Назначаются два раза в день, как правило, и параметры действия складываются из соответствующих профилей инсулина короткого и средней продолжительности действия. Соответственно, короткий инсулин будет действовать в момент инъекции. И если мы говорим про короткий инсулин, соответственно, он работает 5-6 часов. И мы видим вот на данном слайде, на картиночке приведено такое. Желтый – это профиль действия короткой, то есть вот этой части короткого инсулина. И тем самым мы прикроем завтрак. И пациент, когда будет делать вечером такую же инъекцию инсулина, он перекроет прием вещи на ужин. Но мы должны помнить, это все-таки фиксировано, и пациент, соответственно, привязан также к фиксированному приему пищи по количеству углеводов. Да, это зачастую неудобно и не дает свободы пациенту, но в тех случаях, когда это пожилой пациент и нет возможности ввести количественный подсчет углеводов, это выход из ситуации. А также зачастую это помогает близким, которые проживают с пожилым пациентом, когда они утром перед уходом на работу вместе с пациентом, с близким человеком сделают инъекцию и вечером, уже вернувшись домой, также проконтролируют эту вторую инъекцию перед ужином. Также есть готовые смеси аналогов инсулина. Двухфазный аспарт, он называется Nova Mix 30, и это означает, что 30% в данном препарате составляют инсулин ультракороткого действия, аспарт или новоропит, торговое название. Что значит 30%? Если доктор пациенту назначил 10 единиц препарата Nova Mix, это значит, что 3 единицы будет короткого и 7 единиц продленного инсулина. Двухфазный Лиспро, Humalog Mix 25, также есть Humalog Mix 50, это более удобная дозировочка. И инсулин Деглудек плюс инсулин аспарт, то есть это инсулин сверхдлительного действия и инсулин ультракороткого действия. Называется торговое название препарата RIZODEC, и в нем соотношение 70 на 30. 70 продленного, 30 короткого. Как правило, чаще всего процент короткого составляет 25-30, чаще всего 30%. К сожалению, очень часто мы встречаемся с ошибками, когда пациенты, приобретая в аптеке, покупают вместо Humalog, Humalog просто обычный, это ультракороткий инсулин, покупают Humalog Mix 25. Бывает так, что даже в поликлинике ошибочно выписывают в аптеке Humalog Mix. Это смешанный. И вот Mix – это такое указание на смешанность плюс еще вынесенная циферка 25, 50, 30. Она должна всегда указывать и подсказывать, что это не просто ультракороткий инсулин, несмотря на схожесть названия, а это действительно смешанный инсулин, и это совсем другой профиль действия. Инсулин ультракороткого действия пациент делает перед каждым приемом пищи. И если делать инсулин смешанный перед каждым приемом пищи, пациент получит, ну, во-первых, избыточную дозировку продленного инсулина, и это приведет к гипогликемии. А во-вторых, он не будет получать нужного количества короткого инсулина, потому что пациент рассчитывает на то, что на виду будет рассчитано на такое количество инсулина, но он будет работать по-другому. Инсулин продленного действия работает очень плавно в течение дня, и он не перекрывает еду. Поэтому тут очень важно обращать внимание на название и перепроверять, тот ли вид инсулина выдается пациенту. И также профиль действия готовых смесей аналогов инсулина складывается из соответствующих профилей аналогов инсулина ультракороткого и сверхдлительного действия или средней продолжительности действия, то есть с учетом того, как работают компоненты, внесенные вот в этот фокон. Также есть готовая комбинация аналогов инсулина и агонистов рецепторов глюкогоноподобного пептида-1, то есть это инъекционный сахароснижающий препарат плюс инсулин сверхдлительного действия или пролонгированного действия, это Деглюдек или Гларгин-100. Торговые названия это Сутафай и Саликва, они достаточно часто сейчас встречаются, они очень удобны в использовании, а с учетом того, что в чистом виде препараты глюкогоноподобного пептида-1 сейчас сложно, мало встречаются и пациентам их сложно приобрести, и вот препараты смешанные с глюкогоноподобным пептидом-1, такой выход из ситуации, когда мы не можем назначить пациент чистым препаратом лироглусит или лексинотида, но при этом еще нам нужна поддержка в виде пролонгированного инсулина, тут мы объединяем и сокращаем количество инъекций и получаем оба препарата. Это также было сделано для удобства пациентов, для снижения количества инъекций. Важно соблюдать технику инъекций инсулина при назначении инсулинотерапии и в принципе любого инъекционного препарата. Самое главное, что картриджи для шприц-ручек и флаконы инсулина предназначены исключительно для индивидуального пользования и одной шприц-ручкой может пользоваться один пациент, соответственно, соблюдая все правила. Правила хранения инсулина также очень важно соблюдать. Все запасы инсулина необходимо хранить при температуре от 2 до 8 градусов. Нельзя замораживать инсулины. Мы рекомендуем хранить инсулины в дверце холодильника. Это запасы инсулина. А те шприц-ручки или флаконы, которые пациент использует ежедневно, необходимо хранить при комнатной температуре в течение месяца. Как правило, на месяц и хватает одной шприц-ручки. Нельзя, как я сказала, инсулин замораживать и, соответственно, перегревать. Когда пациент отправляется в путешествие, мы рекомендуем все препараты инсулина брать с собой в ручную кладь, не сдавать в багаж. В багажном отсеке, как правило, нижней температуры. Ну и багаж может улететь в другую страну вместе с инсулинами. Поэтому с точки зрения и правил хранения инсулина, и с точки зрения собственной безопасности, чтобы не остаться без препаратов, рекомендуется препараты инсулина брать с собой в ручную кладь. И еще один важный момент, на который многие пациенты наши не обращают внимания, и им нужно об этом сказать, что инсулины, средней продолжительности действия человеческие инсулины и готовые смеси инсулина, инсулина короткого действия, НПХ инсулина перед введением необходимо тщательно перемешать. Эти препараты такие мутные, и они требуют смешивания. Аккуратно необходимо прокрутить и покачивать такой мутный инсулин с целью его такого перемешивания. Он должен приобрести однородный такой молочный цвет. Покачивание означает амплитудное движение вверх-вниз шприц-ручки или флакона. А прокручивание – это амплитудное вращение между ладонями. Как это выглядит? Это выглядит, как представлено на данном слайде. То есть наверху нарисовано вот это прокручивание, а потом пациент обязательно должен сделать вот эти движения амплитудные 8-10 движений для того, чтобы хорошенько перемешать. В каждом флаконе с инсулином смешанным или инсулино-средней продолжительности действия есть такой шарик стеклянный, который помогает перемешать тщательно весь инсулин и это сделать смесь однородной. Тогда инсулин будет действовать так, как должен действовать. Если инсулин плохо перемешать, то особенно инсулины и средней продолжительности действия смешаны, то профиль действия инсулина будет абсолютно непредсказуемым. Необходимо визуально убедиться, что инсулина хорошо перемешалась. Зачастую пациенты ограничиваются только, знаете, таким движением, как на верхних картиночках, когда в ладошках просто перемешивают, либо просто аккуратненько держат, не полную амплитуду проводят, а вот в руке слегка так потрясли и перемешали, им кажется, что перемешали инсулин. Это действительно отражается на работе инсулина, отражается на показателях гликемии. И зачастую мы решаем проблемы с сахарами, просто элементарно обучив пациента правильно перемешивать инсулины и не скорректировав вообще ни одной дозы, получаем целевые показатели, к которым стремились. Этот момент очень важен при использовании инсулина в средней продолжительности действия и смешанных. Аналоги инсулина и ультракороткие инсулины, и инсулины пролонгированного действия, и инсулины короткого действия – это прозрачные растворы, их перемешивать не нужно, там вот эти действия не нужны. Когда мы видим мутный раствор, мы сразу должны пациенту сказать и обучить его правильно перемешивать инсулин. Мы понимаем, что этот инсулин требует перемешивания. Дозы инсулина индивидуальны. Увеличение проводится постепенно до достижения индивидуальных целевых показателей, и ограничений в дозе инсулина не существует. Пожалуй, наверное, это единственный препарат, в инструкции которого не написана минимальная и максимальная суточная доза. Это уже, конечно, задача врача-эндокринолога – обучить пациента, как рассчитывать дозы. Врач-эндокринолог помогает пациенту подобрать дозы. Но в качестве такой информации для вас максимальных и минимальных доз инсулина не существует. Единственный критерий правильности доз инсулина – это уровень гликемии у пациента. С момента установления диагноза пациенты с сахарным диабетом, как правило, информируются, они должны быть осведомлены о том, что в какой-то момент их могут перевести на инсулинотерапию. Показания могут быть абсолютно разные, и это может быть и кратковременный перевод. Например, когда у пациента впервые выявлен сахарный диабет второго типа и выражена декомпенсация углеводного обмена, выражена симптоматика, и показатели глюкозы высокие, на какой-то короткий период вначале мы можем назначить инсулинотерапию, а потом перевести на таблетированный сахароснижающий препарат. Если у пациента планируются какие-то манипуляции, хирургические вмешательства, которые на какой-то период требуются перевод на инсулинотерапию, если у пациента есть противопоказания к назначению каких-либо препаратов, например, остро-печеночная недостаточность или непереносимость сахароснижающих препаратов, то тогда требуется назначение инсулинотерапии. При кетоацидозе также, как правило, это временная мера, главное не забыть потом нам, эндокринологам, перевести пациента на таблетированные сахароснижающие препараты. Ну, как я уже сказала, при необходимости оперативного вмешательства острых каких-то интеркурентных заболеваний и обострениях хронических заболеваний, которые сопровождаются компенсацией углеводного обмена. Это может быть временный перевод на инсулинотерапию. Главное, я уже сказала, не забыть вернуть пациента на таблетированные сахароснижающие препараты. Зачастую пациенты спрашивают, можно ли какой-то препарат инсулина заменить один препарат инсулина на другой. Если замена проводится в случае разных международных названий препаратов, то перевод с одного препарата инсулина на другой должен осуществляться строго по медицинским показаниям и только при участии врачей. И перевод может быть осуществлен на другой препарат инсулина как в рамках одной группы, так и со сменой группы препаратов. Например, перевод с человеческого инсулина короткого действия или на аналог инсулина ультракороткого действия и наоборот. Если перевод пациента происходит в рамках одного и того же МНН, то в принципе каких-то сложностей нет. Это могут быть просто разные торговые названия, действующее вещество одно, и сложности, как правило, не возникают. Но мы всегда пациентов предупреждаем, что дозы препарата, дозы инсулина могут измениться. Может измениться, например, коэффициент на еду, когда пациент рассчитывает инсулин ультракороткого действия или короткого действия при расчете на каждую условную хлебную единицу, которую мы используем для расчета углеводов. Но тут, как правило, все легко и каких-то сложностей не вызывает. При переводе пациента с одного инсулина на другой в случае развития нежелательных явлений, как при назначении инсулинотерапии, так и при переводе с одного препарата инсулина на другой, к которому относится ухудшение гликемического контроля, существенное изменение потребности дозы инсулина, развитие аллергических реакций, обязательно необходимо сообщить федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Это, конечно же, в первую очередь относится к врачам, к эндопринологам или терапевтам, но необходимо соблюдать и эти правила обязательно. И когда пациент приходит в аптеку и спрашивает, а можно ли на что-то заменить, мой препарат, например, Наварапид, если это в рамках одного действующего вещества, это аспарт, то можно без каких-то сложностей перейти с одного на другой. А все остальное в рамках разных МНН, конечно же, желательно, чтобы это делал врач и только по согласованию после консультации с лечащим врачом. Решение о переводе с одного препарата инсулина на другой принимает врач с учетом актуальной инструкции по применению препарата. Я благодарю за внимание. Если есть вопросы, я буду рада ответить. Сейчас посмотрю. Что? На WhatsApp? Сейчас посмотрю. С чем связано увеличение выявлений диабета у беременных? Это, конечно, немножко другая тема, не про сахарный диабет второго типа. У беременных, как правило, выявляется… Попробую выйти отсюда. Так, остановите. Сейчас. Зачастую мы сейчас, наверное, говорим больше о гестационном сахарном диабете, о диабете беременных. Гестационный сахарный диабет выявляется в первую очередь фактор риска выявления гестационного сахарного диабета. Это сама по себе беременность. И в настоящее время чаще стали выявлять, потому что стали проводить скрининг гестационного сахарного диабета. И, соответственно, выявляемость не только в России, но и во всех развитых странах, где используют критерии диагностики гестационного сахарного диабета и критерии скрининга, выявляемость стала выше. Примерно 15-20% в среднем в развитых странах. И это связано только с тем, что стали проводить скрининг гестационного сахарного диабета. Раньше не было принято единых критериев диагностики и выявления гестационного сахарного диабета. Поэтому и встречаемость была меньше. Чаще стал встречаться сахарный диабет второго типа у беременных. Это связано в целом с тем, что сейчас и сахарного диабета второго типа стало больше, как в России, так и в мире. Сахарный диабет второго типа помолодел. И это связано в том числе, в первую очередь, наверное, с увеличением распространенности ожирения. Даже есть такой термин в англоязычной литературе диабесити, диабет и ожирение, диабет и сентабесити, то есть вместе объединили вот такое единое слово. И кроме того, возраст наступления первой беременности стал больше. В более старшем возрасте стали наступать беременности. И к этому моменту зачастую уже развивается сахарный диабет второго типа. Поэтому и сахарный диабет второго типа также стал чаще встречаться у беременных, к сожалению. Скажите, если во время беременности повышен сахар, назначили инсулин, после родов уже не обойтись без него? Если мы говорим о гестационном сахарном диабете и назначении инсулинотерапии, связанное с отсутствием компенсации на фоне соблюдения диеты и расширения физической активности, то в день родов инсулин уже отменяется. Гестационный сахарный диабет – это тот диабет, который развивается во время беременности, скажем так, на период беременности. С завершением беременности завершается и гестационный диабет, соответственно, потребность в инсулине уходит. Если мы говорим о впервые выявленном сахарном диабете истинном, сахарном диабете первого типа или второго типа, то инсулин, скорее всего, останется. Это про первый тип – это 100%. Если мы говорим про сахарный диабет второго типа, то на период лактации инсулин еще останется, так как сахароснижающие препараты мы можем назначить. А после завершения лактации отменяется инсулин, и мы уже рассматриваем возможность назначения сахароснижающих препаратов. И если есть в этом необходимость, может быть, наша пациентка похудеет, и не будет необходимости в назначении сахароснижающих препаратов. Мы будем контролировать при помощи диеты расширение физической активности.